В Астане приняли международные правила игры в Кокпар, и они принципиально отличаются от наших. 10 стран из Всемирной Ассоциации по Кокпару договорились о размерах игрового поля. Теперь его длина не должна превышать 220 метров, а ширина 75. На собрании, естественно, кыргызстанцев не было, а теперь братья-казахи радуются и гордятся нововведениями. На сегодняшнем совете Всемирной Ассоциации Кокпар была найдена та золотая середина между безопасностью и зрелищностью. Зрелищность зависит от динамики, от скорости. Когда есть динамика, скорость, то люди смотрят на это. Это им важно, с какой скоростью там лошади скачут, наши всадники. Как они на полном скаку друг у друга это забирают, этот муляж. На это идет зритель, в то же время надо предохранять их. Мы более обезопасили их обмундирование, головные уборы. Причем правила Кокпара стали максимально щадящими, так а занов там нет, потому что с ними опасно. Вместо них два круга нарисованные на земле, диаметр каждого составляет 3 метра. Условия стали легче, чем на футболе, уж точно, потому что футболисты бегают по 90 минут, а в Кокпаре их всего 40. В Кокберу три тайма по 20 минут, в Кокпаре два периода также по 20 минут. В Кокпаре не используют тушу козла, вместо нее играют муляжом. Вес муляжа не должен превышать 33-35 килограмм. В Кокпаре, в отличие от Кокберу, лошади не подковывают. Стоит отметить, что споры о принятии общих правил шли давно. Дело в том, что казахстанцы более успешны по Кокпару, а нашим нет равных в Кокберу. На всемирных играх кочевников наши несколько раз громили казахстанцев с неприлично крупным счетом. Ближайший турнир пройдет в Ташкенте по правилам Кокберу, и кажется, казахстанцам там нечего искать. Канат Рескулов, у нас Бакешев, телеканал «Апрель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова